Доброе утро, дорогие друзья! У вас, кстати, как там в Европе? У нас минус 34, минус 38 всю неделю шарашил. Да, я знаю, что на Урале тоже холода. Мне мама говорит, в Уфе тоже холодно. У нас по градусам-то, в принципе, достаточно тепло. У нас что-то плюс 8, плюс 10, плюс 13 дожди. У вас слякотная зима или такая комфортная? Ну, она больше... Зимой чаще дожди идут, чем летом, чем весной, осенью. Но опять же, вот сейчас неделю дожди, потом обещают неделю будет ясная погода. Более-морозная. Мы за тебя рады. Мы за тебя рады. Дорогие друзья, ну мы продолжаем тему, потому что я посмотрела вообще материал. Я так думаю, Лен, если бы мы с тобой пошире еще освещали эту тему, тут бы можно было и 3, и 4, и 5, наверное, сделать эфира. Но вот мы попробуем уложиться в два все-таки, попробуем. Я передаю тебе слово, продолжаем. Ты имеешь в виду два, я думаю, что про сердце у нас будет вот эта встреча, еще одна. Еще одна, да? Да, да. Потому что я за сегодня все не успею рассказать. И плюс я посмотрела, что для сердца, потому что мы же говорим не только про сердце, мы говорим еще про сосуды. То есть там очень много и по продуктам, что можно предложить, да, что важно. Поэтому, то есть я посмотрела, потому что по продуктам, что тоже там надо рассказать и про коэнзим Q10, и про альфа-липоеву еще раз упомянуть, потому что она тоже сюда же идет. Поэтому, то есть и чаи там, да, и памы. Вот смотри, про альфа-липоеву, про чаи мы, по-моему, в прошлый раз разговаривали. Просто что я сегодня сделала? Я сегодня, значит, всю омегу сюда вот в этот эфир внесла. И внесла еще сосудистые вещи, такие как степ-бокс. Поэтому, смотри, мы можем сегодня остановиться на омеге. А, еще напиток «Чистое сердце», который против калестерина. Поэтому я могу сегодня все не освещать, допустим, остановиться на омеге. Тем более, что там две новых появляются омеги, комплексные, очень интересные. Вот, то есть можно сделать так. Раз мы все-таки еще одно занятие будем делать, можем, я могу свою часть по продуктам, потому что иначе это голопом по Европам получится. Смотри, что ты подготовила, рассказывай. Я думаю, что на следующий раз еще останется, потому что там еще есть, я говорю, о чем поговорить. Хорошо, предоставляю тебе слово, дорогой спикер. Мы продолжаем с вами разговор о том, что у нас происходит в сердечно-сосудистой системе, когда на нее влияют различные наши чувства, эмоции и мысли. То есть мы говорим и про мысли тоже. Почему мы говорим про мысли тоже? Потому что наши мысли, они неразрывно связаны с тем, что мы чувствуем. То есть у нас мысль, вернее чувство у нас, как правило, возникает как ответ на какую-то мысль. То есть если мы смотрим в окно, например, и думаем, какая уютная сегодня погода, чтобы остаться дома, попить какао, горячий шоколад или вкусный чай, завернуться в плед, почитать книжку. Мы начинаем ощущать какое-то спокойствие, моротворение и что-то хорошее. Или даже, например, я смотрю и думаю, ну да, сегодня дождь идет. Ну как хорошо выйти, например, и прогуляться под дождем. И есть особая прелесть в этом тоже. То я тогда чувствую себя спокойно, расслабленно, как-то комфортно. Но если я смотрю в окно, например, и говорю, вот дождь, который день задолбал, там вот мокнуть, вот это вот все там и так далее, то сразу я от этих своих мыслей начну чувствовать недовольство, напряжение. То есть еще какие-то не совсем приятные чувства и эмоции. И это вот про то, что на самом деле на нас влияет не окружающая среда, на нас влияет то, что мы думаем по этому поводу. И поменяв, начав менять свои мысли, то, во что мы верим, во что мы думаем. А знаете, на Земле действует такой закон, который называется закон иллюзий. То есть на Земле действует свобода выбора. И свобода выбора в том числе выражается в том, что истиной для тебя становится все то, во что ты веришь. То есть если ты веришь, что это истина, то это становится истиной для тебя. Если ты веришь, что мир жесток, или что люди тебя не любят, или что ты там урод, или еще что-то, то есть это становится истиной. Но если ты начинаешь верить во что-то другое, осознанно есть ещё уровень подсознания, и поэтому я выбрала для себя на данный момент работать с тем, что находится на уровне подсознания, потому что я понимаю, что мы про себя осознанно можем думать что-то одно, а в подсознании у нас будет думать про нас что-то другое. То есть мы осознанно даже можем говорить себе, что я счастливая, я успешная, ещё что-то. И это будет работать, но это будет работать только на 10%, потому что 90% наших решений мы принимаем из того, что лежит в нашем подсознании. Потому что подсознание, это как, знаете, у компьютера есть программы встроенные, то есть есть оперативная часть, которая занимается только текущими процессами, а есть, скажем так, матрица, на которой записаны все основные программы, исходя из которых работает эта оперативная память, оперативная программа, которая занимается текущими делами. Но установочная часть, она более, скажем так, объёмная, и в ней больше происходит процессов, и она больше отвечает вообще за всё, как работает. Ну вот такая немножко аналогия, если понятно, надеюсь, что понятно объяснила. То есть и наше подсознание, оно на самом деле намного больше, чем наше сознание, то есть чем то, что мы осознанно знаем про себя. И поэтому, даже когда человек начинает работать с позитивным мышлением, ещё с чем-то, но он не работает глубоко с тем, что у него есть глубже, со своими, в том числе, чувствами и эмоциями, которые у него есть в теле, есть в подсознании, и он их не прожил в своё время, то его сознание до конца не очищается, и поэтому у него немножко что-то хорошее начинает происходить, а потом опять происходит какая-то бяка, да, и он говорит, ой, не работает это всё. На самом деле это работает, если просто продолжать идти, идти, скажем так, не только поверхностно смотреть, а смотреть ещё и работать с глубиной, со своей, со своей. И мы говорим о том, как раз, да, вот как наши чувства, даже хотя бы просто осознанные и мысли, эмоции, мысли влияют на наши чувства и влияют, соответственно, на наше физическое состояние, то есть оно всё взаимосвязано, мысль, чувство, физическое состояние. И мы можем хотя бы даже начать осознанно наблюдать за своими мыслями, что мы думаем регулярно, и хотя бы в этой стороне, да, самостоятельно, это то, с чем мы можем самостоятельно поработать. Для этого, в принципе, даже специалист какой-то не нужен или какая-то методика. Но просто наблюдать за тем, что мы думаем осознанно, сознательно, каждый день про себя, про жизнь, про других людей, про там наше окружение и всё прочее, и начать это менять. Посмотреть, с каким окружением я общаюсь, и начать это менять. Не всегда, может быть, это кажется легко и просто, да, типа как взять и поменять окружение. На самом деле это тоже всё происходит достаточно легко и плавно, если ты с собой работаешь, если ты нацелен на то, чтобы поменять что-то у себя. Да, это такой, на самом деле, первый слой, такой верхний только базовый уровень, с которого начинается какое-то движение, какое-то развитие изменения в жизни. И почему я говорю про окружение, да, потому что на прошлой встрече я уже говорила, что сердце, сердечно-судистая система, она очень чувствительна к нашему окружению, да, и поэтому ещё раз все, там, духовные учителя, коучи и все прочие говорят, что очень важно то, какое у тебя окружение, потому что любящее окружение, окружение, с которыми ты на одной вибрации, они тебя, соответственно, будут настраивать на другой лад. То есть те, кто тебя поддерживает, те, кто тебя понимает, те, кто тебя, например, когда ты что-то планируешь, да, они тебя в этом поддерживают, да, если у тебя что-то не получилось, они говорят, они тебя тоже в этом поддерживают, да, и что они не поддерживают тебя только, когда у тебя получилось, что они поддерживают тебя, даже если у тебя не получилось, то есть что они тебя не будут загонять там в вину, там, в ещё какие-то состояния. И это, конечно, ещё очень важно, на самом деле, и то, как мы сами к себе в этом случае относимся. Потому что если мы сами себе в случае неудачи говорим, что я неудачник, да, или я тупица, или ещё что-то, так и будет. Потому что если мы это говорим, значит, мы в это верим. Если мы в это верим, оно реализуется. То есть реализуется всё то, во что мы верим, сознательно или подсознательно. И если говорить дальше, вот сейчас мы перейдём уже непосредственно к различным состояниям сердечно-сосудистой системы, то там у каждого состояния есть ещё свои какие-то нюансы. То есть в общем, если говорить про сердечно-сосудистую систему, то сердце очень... То есть базовые, исконные эмоции, чувства сердца – это радость, любовь. То есть это самые две таких основные. То есть сердце здоровое, когда оно умеет любить, принимать любовь, дарить любовь и радоваться. Если у сердца вот эти функции где-то нарушены, нарушены у человека умение дарить любовь и принимать любовь, нарушено умение радоваться, то сердце начинает страдать. И перейдём непосредственно к состояниям. Начнём со стенокардии. Стенокардия ещё называют её грудная жаба. То есть это состояние, когда человек может испытывать давление, сжатие в области груди, в области сердца. Я не буду вдаваться в медицинские подробности про стенокардию. Это можно посмотреть в любой гугле, набрать, посмотреть, как проявляется это именно на физическом уровне. Я расскажу про эмоции, которые присутствуют в этом случае, на что обратить внимание. В этом случае чаще всего у человека будет ощущение или опять же верование в то, что есть некая враждебность. Это может быть враждебность, он может ощущать или думать, верить в то, что люди враждебны по отношению к нему, мир враждебен. Или он сам тоже проявляет где-то враждебность по отношению к кому-то. И может быть даже опять же по отношению к самому себе. То есть такое состояние враждебности. Также у человека в этом состоянии есть опять же гнев. Про гнев мы тоже говорили, что сердце от него страдает. И гнев непрожитый, невыраженный, он тоже приводит к тому, что вот эти вот чувства непрожитые копятся и потом начинают уже давить. Давить физически. И я говорю ещё раз, одно на самом деле из самых простых средств исцеления, это просто начать проживать свои чувства. Начать смотреть на свои чувства по-настоящему, искренне, в честности с собой. Смотреть на то, что я чувствую, что я чувствовал, какие у меня чувства были в той или иной ситуации. И дать себе их проживать. Признать их просто. Просто сказать, что да, я гневался, да, вот у меня прям гнев идёт. Я вот злюсь, раздражаюсь, обижаюсь, ненавижу, может быть, да, там вот этого человека, вот это событие. Или там что-то происходит. Или даже себя. Просто начать это признавать, начать это проживать. Это не говорит о том, что я в этом застряну. Наоборот, когда я начинаю это проживать, энергия начинает двигаться, она начинает высвобождаться. Вот как, знаете, если посмотреть, например, река течёт, когда, да, вот, и она в каком-то месте забивается там ветками, да, вот там ещё чем-то, и она там начинает плохо течь. Да, вот как бобры плотину устроят. Они затаряют движение воды. Но если вот эту плотину разобрать, вода опять начнёт свободно течь. И так же происходит, в принципе, с болезнями, да. То есть там, где вот заблокировалось, потому что там много собралось непрожитых чувств, мыслей, которые не признаны, то там энергия перестаёт течь. И там начинается вот какой-то затор, да, который может перерасти воспалением ещё в какое-то состояние. И когда мы эмоции свои высвобождаем, проветриваем, разбираем, то энергия начинает опять течь, и здоровье восстанавливается. Тревога тоже относится к проявлениям стенокардии. Очень часто, да, это может быть беспричинная тревога. Знаете, типа, есть такой момент, что люди придумывают и беспокоятся о вещах, которые ещё не произошли, и начинают по этому поводу тревожиться. То есть если вы за собой это знаете, да, то ваша задача, вот, если вы не можете не думать о будущем, то начните думать о нём позитивно, да. Начните представлять себе позитивные исходы и варианты того, как может это решиться. Это, конечно, ещё очень сильно про доверие, про то, что когда у нас есть тревога, у нас это место, где у нас нет доверия себе или жизни, да. О жизни я имею в виду как общей энергии, которая можно назвать энергией Бога, Создателя, Мироздания и так далее. Что, и там очень сильно, опять же, это недоверие связано с нашим опытом отношений с мамой. Я опять про это буду говорить немножко. Потому что если у нас, у нас очень часто мама, да, ассоциируется как раз с Богом, с Творцом, потому что мама это та, кто нас физически сотворила и дала нам жизнь. И, соответственно, в нашем подсознании очень часто эти две роли, они перепутаны, слеплены, да, и подменяют одна другую. И то, какие у нас были отношения с мамой, то, как мы воспринимаем маму, даже не то, как мама на самом деле проявлялась, а то, как мы это воспринимали. Потому что, да, я сейчас это говорю для мам, что даже мама всегда, конечно, делает, исходя из своих возможностей, исходя из того, что она старается, как правило, да, как можно лучше сделать для своего ребенка. Или даже если она не старается сделать как можно лучше для своего ребенка, то это не потому, что она, например, ну, очень часто, да, я не говорю, есть, конечно, мамы, которые на самом деле не любят своих детей. И это просто, опять же, не потому, что они такие плохие или с ними что-то не так. Даже если мама не любит своего ребенка, то это то, на что она сейчас в данный момент способна, то есть она большего не может, да, она не может, значит, сейчас любить, значит, у нее нет ресурса этого. И в этом вины ребенка нету, и маминой вины в этом нету. Это просто жизнь, она так происходит. И тут в каждой ситуации очень важно вот именно разбираться с этим, да, что почему у меня так произошло. И если даже, например, мама делает все самое лучшее, но ребенок может это воспринимать по-другому, потому что для него это выглядит по-другому. И поэтому я всегда говорю, что не переживайте о том, какая вы мама, да, для своего ребенка. Потому что вы, скорее всего, всегда делали самое лучшее, что вы могли на тот момент делать. Даже если вы сейчас понимаете, что вы где-то причиняли ему боль, это не говорит о том, что вы плохая мама, да, или что вы плохой человек. Это говорит о том, что на тот момент была такая ситуация, такая энергия. Так происходила жизнь ваша, да, так происходили ваши отношения. И даже если вы делали все типа идеально, хотя такого не существует, да, такого понятия типа там идеальная мама, да, есть понятие божественной мамы, божественной энергии материнской. Но у нас она на земле не простроена, и мы ей учимся все вместе, мы все вместе учимся иметь эту энергию материнскую истинную, которая абсолютно любящая, которая абсолютно всепрощающая, которая абсолютно всепринимающая. У нас она просто в обществе не простроена. А если она в обществе на земле не простроена, как она могла быть простроена там у вас, как у отдельной мамы, да. Мы все учимся, и в том числе учимся быть мамами себе самим. Потому что материнская энергия – это не только про то, что вот у меня ребенок физически, фактически, да, и я проявляюсь к нему как мама. Потому что мы как мамы можем в жизни проявляться еще ко многим людям, к другим, не только к нашим физическим детям, к нашим племянникам, к нашим иногда братьям. Иногда мы к своим родителям как мамы проявляемся, да. У нас могут быть то, что мы в среде целителей называем шутку «шерстяные дети», да, то есть наши животные – это тоже как наши дети. У нас могут быть наши проекты, которые как наши дети, да, которые мы рожаем. И это все, во всех этих вещах, во всех этих местах проявляется материнская энергия. И, но нам еще важно научиться в том числе, да, проявлять такую же материнскую энергию по отношению к самим себе. А у нас никогда об этом нигде не говорится, не говорилось, да. И мы этому тоже можем научиться, как быть самим себе, самому себе. Это причем относится и к мужчинам, и к женщинам. Неважно, пол, у нас эта энергия присутствует независимо от пола. То есть как научиться себе быть такой мамой, самой любящей, всепрощающей, принимающей, которая может успокоить, выслушать, которая может подпитать, дать мне попитку, дать мне поддержку, да. То есть мы же всегда ждем это от мамы, нам хочется, чтобы мама такая была. Но нам важно понять, что эта энергия, она есть в нас, и что мы сами себе это можем дать. Поэтому, если у нас вот это вот не выстроено, да, то у нас проявляется, у нас нет ощущения безопасности, у нас нет ощущения доверия, доверия Богу, доверия миру, доверия жизни, доверия себе. Потому что где-то мама не оправдала наше доверие. И когда мы отношения с мамой меняем и разбираем, и перестраиваем, и учимся, даже если мама мне что-то не дала самому себе это додавать, то тогда тревога уходит, появляется доверие, доверие миру, доверие жизни, и тогда сердечно-сосудистые заболевания нас минуют. Или даже если они есть, они как-то начинают исцеляться, или что-то, в общем, происходит по-другому. У меня, кстати, год назад где-то, или даже полтора уже, наверное, года два, полтора где-то так назад, у меня было одно время, когда у меня начало происходить, то есть я начала ощущать вот как раз какое-то неприятное ощущение давления в области сердца. Я сходила, конечно, здесь к врачу, мне сделали ЭКГ, ЭКГ было идеально, но это продолжалось. И я, опять же, пошла просто работать с собой, я поняла потом, что это просто поднималось, мои непрожитые чувства, эмоции, мои травмы, и когда я их прожила, когда я их проработала, у меня все ощущения неприятные в области сердца прошли, а даже вот типа на каких-то исследованиях ничего не было, то есть давление в норме, пульс в норме, ЭКГ прекрасный, то есть врачи говорят, не знаем, что это такое, то есть это не миалгия, то есть это не было что-то, что похоже бывает на какие-то сердечные проявления, потому что там фибромиалгия или невралгия, они могут тоже быть похожи на сердечные эти все вещи. Также еще стенокардия проявляется, когда человек заставляет себя быть пассивным и не берет то, что ему дано по праву, то есть вот говорят же, что жаба давит, то есть когда человек понимает, что, например, есть что-то, что он может сделать, что-то, что вообще ему в принципе принадлежит по праву, но он от этого отказывается и насильно себя принижает и заставляет ничего-то не делать, быть пассивным. Вот это тоже приводит к проявлению стенокардии. Следующее, о чем мы говорим, это атеросклероз. Атеросклероз – это когда у нас сосуды становятся жесткими, плотными. То есть в норме сосуды нашей кровеносной системы, наши сосуды, по которым происходит движение крови, они эластичные, они подвижные, они достаточно легко могут расширяться, сжиматься. Но если при определенных состояниях, когда нарушается кроветок, когда нарушается состав крови, то есть это когда, опять же, что на это влияет холестерин, сосуды становятся вместо эластичных, они затвердевают, и они уже не могут так сжиматься, расширяться. И они даже в какой-то момент могут образовываться сосудистые, еще на сосудах нарастать вот эти вот холестериновые пляшки. И это все приводит к закупорке сосудов. То есть начинается с атеросклероза, может потом привести к тромбозу. И если говорить про, опять же, психосоматическое наполнение, про то, что к этому приводит, то там отказ от радости, опять же. Когда человек себе не позволяет радоваться, это может происходить в разных ситуациях. Например, когда кто-то ушел, и человек не отгоревал, но он потерял способность радоваться. Когда кто-то из его жизни ушел, кто-то его предал, и он не прожил эту травму, он просто двинулся дальше, сказал, ну и что? Мне это вообще не интересно, я вообще об этом думать не хочу, я на этот счет не переживаю. То есть не признал свои чувства, что да, я переживаю, меня предали, мне больно. А просто двинулся дальше с гордым видом. Но в этот момент он, опять же, заблокировав свои чувства, он заблокировал, например, себе и способность радоваться. Потому что непрожитые чувства, они блокируют и наши позитивные, то есть наши непрожитые чувства, которые мы считаем негативными, я говорю так в кавычках, потому что негативных чувств вообще по сути нету. Опять же, это мы дали им такую окраску, а это просто все чувства, это просто все энергии. А мы можем выбирать из этой энергии, что нам подходит, что нет, что мы хотим проживать, а что нет. Но когда мы какую-то энергию любую себе блокируем, то, соответственно, остальная энергия уже тоже так не течет. И вот отказ от радости, или, например, отказ от радости еще может происходить в случаях, когда у человека кто-то болеет из близких. Я такое очень часто наблюдала, что у человека, например, болеет мама, болеет ребенок, болеет еще кто-то, и он говорит, как я могу радоваться? У меня тут близкий, мой болеет. Или как я могу радоваться в жизни? Вот в мире такое происходит. Или как я могу радоваться, например, когда я, например, мой проект не выстрелил так, как я ожидал, не сложилось так, как я ожидал. Как я могу со всем этим радоваться? И вот такой отказ от радости происходит постепенно, поэтапно, в одной ситуации, в другой. Здесь я не могу радоваться, потому что это. Здесь я не могу радоваться, потому что это. И человек себе таким образом выставляет очень много барьеров, чтобы не радоваться. И впадает в состояние то, что называется уныние. Например, в Библии или Священных Писаниях есть такое выражение, что уныние — это вообще грех. Я, опять же, про грех могу отдельно подискутировать, потому что грех — это тоже человеческое восприятие. Это то, как мы понимаем. Ну ладно, мы не будем сейчас туда вдаваться, не совсем об этом речь. Но, в общем, вопрос в том, что если мы вот так себе блокируем радость, то это тоже приводит к образованию атеросклероза. Если вы посмотрите на людей, например, у которых атеросклероз, вы заметите, что, скорее всего, они просто не умеют радоваться. То есть вы увидите, что в их глазах, да, у них глаза не блестят ни от чего. И даже они что-то делают, но если человек раз за разом запрещал себе радоваться, он просто, его клетки разучаются это делать, чувствовать. Представляете, то есть у нас в клетках есть рецепторы, которые, если мы не используем, они перестают работать. И потом даже человек хочет порадоваться, а уже не может это ощутить. Это всё восстанавливается, да, есть определённые, опять же, группы практики, методы, как это всё восстановить. Просто, например, искренней молитвой или медитацией это всё можно восстановить. Но важно просто хотя бы это для начала понять и признать, что где-то я себе это запретил и разучился. Также в атеросклерозе есть у человека боязнь выговориться. То есть, потому что, например, раньше, когда человек говорил о своих мыслях и чувствах, на него нападали, критиковали. И он себе запретил просто выговариваться и проговаривать свои какие-то вещи. То есть, он очень, может быть, говорит с очень такой цензурой по отношению к себе. Когда он не говорит всего, когда он очень фильтрует то, что он говорит. Потому что старается быть хорошим для других, чтобы опять на него не напали, не закритиковали за то, какой он или что он думает, или что он чувствует. И вот в этом случае тоже это приводит в неспособность проговаривать свои мысли и чувства, тоже создаёт состояние атеросклероза. Сердечный приступ. Сердечный приступ, то, что называется сердечным приступом, в этом состоянии это когда человек себя лишает любви и радости. И ещё отличается это от предыдущих тем, что порой такой человек, у которого случается сердечный приступ, он как бы меняет свою радость, например, на деньги или на какую-то должность. То есть, например, видели чиновников, которые занимают высокий пост. Можно ли представить, что они искренне радуются, как дети? Они же всегда при деле, при исполнении, серьёзные, насупленные и так далее. И типа они расслабятся и порадоваться просто. А радость, это очень, знаете, она очень близка к энергии такой детской. А мы эту энергию, если начинаем занимать какие-то должности, если у нас какие-то серьёзные бизнес-вопросы и деньги, оно как будто бы несопоставимо. То есть, как будто бы в этом состоянии уже настолько ты далеко от проявлений каких-то детских. А есть же хорошие детские проявления. Например, опять же, умение радоваться. Это очень детское проявление, да, потому что дети, они умеют радоваться там, не знаю, там, первому снегу, да, там. Но у взрослых вот эти качества очень сильно теряются за тем, что так, я уже там мама, я уже папа, я начальник, я там бизнесмен, я тот-то, я тот-то, да. И я уже, соответственно, так проявляться не могу, это несерьёзно. Что про меня подумают? Да, там, мне не до этого. И всё, и радость пропала. То есть, и радости нету, да, и человек себя этой радости лишил. Но он, вот именно сердечный приступ, да, это когда человек лишил себя радости в обмен на что-то, да, типа как должность или деньги. Дальше следующее. Тромбоз. Тромбоз – это уже прям закупорка сосудов. Когда сосуд закупоривается, когда уже там такой тромб, что по нему вообще уже ничего не проходит. То есть, если атеросклероз – это когда только сосуды теряют эластичность и там могут начать образовываться вот эти бляшки, то тромбоз – это когда уже настолько большой тромб, то есть, там, например, кровь, да, уже в таком состоянии, что она так сгущается, что она прям сосуд закупоривает, и всё, и сосуд, то есть, перестаёт питаться. Это потом тромбоз – это такое серьёзное достаточно состояние, оно может привести потом вообще к гангрене, да, и к тому, что людям потом могут… Ну, приходится отрезать там какие-то, да, там, пальцы, ноги и так далее. Ну, неприятно, конечно, об этом говорить, но вот так и есть, да, то есть, это часть жизни. Это не чтобы пугать, это чтобы просто понимать, что потом происходит, какое следствие. И при тромбозе есть момент, да, если смотреть на человека, на его жизнь, на его проявление, на его мысли, чувства, то это есть такой момент, что этот человек, у которого есть риск тромбоза или уже, да, присутствует тромбоз, что он очень сопротивляется, во-первых, каким-то переменам, то есть, он не принимает какие-то изменения в себе или в мире или в других, боится этих изменений. Также этим людям всё время кажется, что их что-то сдерживает, да, что я бы вот, например, там, сделал бы вот это, да, но вот есть какое-то обстоятельство, которое меня сдерживает, да. Меня сдерживает там семья, меня сдерживают родители, меня сдерживает, то есть, у них есть какие-то, как им кажется, причины, по которым они не делают то, что хотят или то, что могли бы сделать. И им, у них это именно выглядит как, что их что-то сдерживает, да, что, то есть, что-то им не даёт двигаться. Но на самом деле, опять же, у нас есть свобода выбора, и если я не двигаюсь, то это не потому, что меня что-то сдерживает, а потому что я сам себя где-то сдерживаю. Да, но я иногда не хочу этого видеть и предпочитаю говорить или думать, что это не я, это кто-то другой. И такие люди, вот как раз, да, очень часто это то, кого называют жертвой обстоятельств, да, когда он говорит, ну, я вот там вот хотел бы сделать бизнес, но вот там вот это, там вот то, а вот мне приходится из-за них, из-за этих вот, то есть, и вот из-за них, из-за других у меня что-то не получилось, да. Вот так обстоятельства сложились, что у меня не получилось. Но, опять же, да, когда я, обстоятельства сложились, то это получается, что я не хочу признавать, что я сам так обстоятельства сложил, да, что не они сложились, а я их так сложил для себя, что это мой такой выбор. И это, опять же, да, и в том числе это про ответственность, что человек не хочет признавать ответственность, а ответственность, это, знаете, это просто признать свои истинные желания. Это понять, чего я на самом деле по-настоящему хочу, признать, что, может быть, я на самом деле, например, боюсь этот бизнес делать, или боюсь эти отношения заводить, или вообще боюсь отношений, или, может быть, мне вообще на самом деле отношения не нужны пока, да, например, потому что я ещё не знаю, каких отношений я хочу, но я пытаюсь их выстроить, потому что у меня уже возраст, да, и я уже должна быть в отношениях или должен быть в отношениях, да. Да, может быть, сейчас мне на самом деле что-то важно вообще другое. И когда я не понимаю своих истинных желаний, чего я хочу, чего я не хочу, не признаюсь у них, то это как раз и есть момент, где я не беру ответственность. Или ещё люди, у которых тромбозы, они могут брать ответственность за страдания других. То есть, например, моя мама страдает из-за меня, мой папа страдает из-за меня, моя жена, мой муж страдают из-за меня, мои дети страдают из-за меня. То есть, когда они видят страдания окружающих и начинают это брать на свой счёт и начинают себя в этом обвинять и нести за это ответственность, то это вот тоже приводит к состоянию тромбоза. Есть ещё коронарный тромбоз, да, это когда именно сосуды в сердце закупориваются, не где-то там в конечностях, да, потому что если говорить про общий тромбоз, это когда в конечностях где-то закупоривают сосуды, чаще всего в ногах. Потому что ноги, они от сердца дальше всего, да, и там кровоток уже не такой может быть быстрый. И поэтому часто, например, могут ноги мёрзнуть. Но это если, опять же, у нас, если у нас нету навыка выстраивать отношения, давать и брать, то тогда наш поток, наш кровиток, он начинает страдать. И тогда начинаются вот такие моменты, как мёрзнут ноги там и так далее. Если у человека выстроен навык общения, отношений, коммуникаций, умения брать и давать, то у него с кровотоком будет, ну, более-менее всё нормально, да. То есть чем лучше это выстроено, тем лучше кровоток. Конечно, на кровоток влияют ещё и другие факторы, но это один из основных моментов. А есть, и поэтому тромбоз, про который я говорила сейчас, он больше касается именно нижних конечностей. А есть ещё коронарный тромбоз, это когда непосредственно в самом сердце какие-то сосудики закупориваются. И тогда часть сердца, да, отмирает. Это, в принципе, потом, да, и приводит к инфарктам. Про инфаркт мы поговорим, наверное, но может быть в следующий раз, но может быть сегодня, если успеем. И коронарный тромбоз, в нём что присутствует? Это одиночество, это когда человек даже на самом деле, он может быть не одинок, но он чувствует себя одиноким. У него может быть семья, но он в своей семье может чувствовать себя одиноким. Потому что, опять же, не выстроен навык коммуникации, да, нет умения говорить. И не только говорить, но и слушать других, да, потому что это двустороннее. Если я хочу, чтобы меня слушали, мне надо учиться слушать самому. И мне надо знать и верить в то, что меня могут услышать, да. Потому что если я верю, что что бы я ни говорил, меня не услышат, меня заткнут, меня раскритикуют, то так и будет. Но если я это верование буду постепенно менять и начну верить в то, что я достоин того, чтобы меня услышали, что у меня, у меня есть что сказать, что я знаю, как это чувствуется, да. То есть с чувствами, конечно, тут немножко самостоятельно сложновато, наверное, поработать. Поэтому есть специалисты, которые с этими работают. Но если хотя бы просто на уровне того, что я думаю про себя, я начну менять свои мысли по отношению к себе, уже что-то начнет по-другому происходить. И начну просто, опять же, признавать, что да, мне, например, больно, когда меня не слышат. И вот я здесь чувствую боль. И дам этой боли быть. Но не буду в ней застревать, а просто дам ей пройти, дам себе посмотреть на нее, что она есть. Вот я ее почувствовала, и она тогда, как я уже говорила, да, у нас чувства живут в теле 90 секунд. Они потом чем-то другим сменяются, чем-то другим. Но они потом пройдут, если мы дадим себе какой-то момент, возможность это прожить. И также коронарный тромбоз, коронарному тромбозу приводит страх, что я недостаточно хорош, когда есть верование и страх о том, что я недостаточно хорош. И что я верование, вера в то, что я никогда не сделаю чего-то там, ну вот того, что, например, я хочу. То есть вот эти такие мысли и чувства, они могут приводить к коронарному тромбозу. И еще один момент. Врожденный порог сердца. Врожденный порог сердца, так как это формируется, да, он формируется еще на стадии, когда ребенок находится в утробе, то там на это, во-первых, влияют еще мамины чувства и переживания. И я бы сказала, что в этом случае важно работать как раз с периодом, опять же, внутриутробного развития, с тем, как мама себя там ощущала, чтобы мама умела сама тоже себя наполнять любовью, чтобы мама умела давать любовь еще нерожденному ребенку. Но вопрос еще в том, что нерожденный ребенок тоже может не уметь принимать любовь, потому что он уже приходит сюда с какой-то программой, да, с каким-то, скажем так, планом, чему ему важно научиться. Если он приходит с планом, что ему важно научиться принимать любовь, он может настолько не уметь принимать любовь, что это даже, начиная с того, как он формируется как физическое тело в утробе, он уже там, не умея принимать любовь, формирует свое физическое тело таким образом, что у него формируется порог, этот сердце. Поэтому в этом случае тут важно работать и с мамой, и с ребенком, да, потому что в этом случае еще ребенок берет из рода генетические программы, потому что в роду долгое время может проявляться такая программа, что не только я, но мой род, да, никто в моем роду или там в предыдущих поколениях, там три поколения, четыре поколения назад, да, мой род жил с неумением принимать любовь, да, то есть, например, ни мама, ни папа, ни бабушки, ни дедушки, ни прабабушки, ни прадедушки, они по-настоящему не умели принимать любовь. И вот эта вся энергия рода, да, выходит в ребенке через то, что у него формируется порог сердца. И с этим, опять же, можно работать, то есть, есть способы, как поработать с генетикой, с генетическими программами, потому что генетические программы – это всего лишь то, что записано в нашем ДНК. И оно, на самом деле, достаточно легко меняется, потому что ДНК, оно строится на углеродистой связи. Ну, я не буду вдаваться в такие научные разные подробности, но просто хочу сказать, что на самом деле то, что мы считаем, типа, раз оно генетически сформировано, значит, оно уже как будто бы все настолько заблокировано, зацементировано и никак не изменить, на самом деле это не так. На самом деле генетические программы тоже поддаются изменениям, просто потому что для энергии Творца нету ничего невозможного. И когда мы к ней обращаемся с искренней просьбой, да, и когда эта просьба идет не из эго, а действительно из любви, из истинности, из искренности, все меняется, нет ничего неизменного. И, например, немножко забегая вперед, я скажу такую вещь, что, например, после инфаркта, или давайте сейчас про инфаркт еще поговорим, и на следующий раз у нас останутся геморрой, гипертония, гипотония, анемия, серповидно-клеточная анемия, варикоз, то есть это уже будет на следующий раз наша информация. Например, во время инфаркта происходит отмирание части клеток сердца. И врачи считают, например, да, ну официальная медицина, что типа оно уже не восстанавливается. Но на практике, например, у тета-целителей, не только у тета-целителей, вот это просто я точно знаю, потому что это мои коллеги, да, есть случаи, когда после инфаркта у человека восстанавливалась ткань сердечная до 60%, да, хотя, например, когда человек приходил к врачу, да, и вот обследовался первое обследование, оно говорило, что всего лишь там 17% клеток функционируют, да, а потом с человеком работали, и у него восстанавливалось до 60% клеток. И почему это может происходить, я даже научное объяснение могу, да, предложить. Потому что у нас есть так называемые стволовые клетки. Они в костном мозге создаются. И стволовые клетки – это клетки, которые универсальные. Они могут потом принять форму любой клетки тела. То есть наше тело, оно на самом деле очень уникальное. Оно, это действительно, да, такое божественное творение, потому что оно настолько мудрое, настолько сильное, настолько волшебное, что оно на самом деле может регенерировать. Да, есть даже система такая заранее продуманная, вот за счёт этих стволовых клеток, которые могут пойти туда, где нужна какая-то клетка, и принять её форму, да. То есть тело, по сути, может регенерировать. И даже я знаю, что если вы поищите, тоже можете найти, что, например, были случаи, даже официально зафиксированы, когда, например, ребёнок терял там палец, например, да, и он не знал, что палец нельзя отрастить, и он у него восстанавливался, да. То есть если ящерица может хвост отращивать, почему мы решили, что человек не может тоже какую-то часть тела, да, отрастить. Что, то есть у меня у знакомых был пример, когда у неё, её знакомый себе кончик пальца отсёк, да, отрубил, и он верил в то, что он может восстановить его, он его там делал примочки, да, там из мёда, и представлял, что он у него отрастает, и у него полностью, то есть вместе с ногтём, да, хотя там было отрублено, то есть вся ткань восстановилась, как, ну, как без следа, да, о том, что там, потому что когда всё равно человек прям срезает, да, там всё равно уже не восстанавливается так до конца, то есть когда кончик пальца срезан, у него восстановилось. И поэтому и сердце тоже, хотя люди, ну, вернее, медики говорят, что, типа, клетки сердца живут столько, сколько живёт наше тело, и что они, типа, вот уже так не восстанавливаются. На самом деле восстановить тоже можно. Нет, наверное, про инфаркт давайте поговорим в следующий раз. Это просто такая прелюдия к разговору про инфаркт, да, что на самом деле после инфаркта тоже сердце можно восстановить. И, в принципе, на сегодня я на этом завершу. В следующий раз, наверное, Ирина, у нас будет чуть подольше наша встреча, потому что я думаю, что в следующий раз я ещё расскажу, помимо того, что мы поговорим про болезни, мы, как обычно, когда у нас третья встреча, да, свершающая встреча из цикла, вот, про какую-то систему, я ещё поговорю про какие-то упражнения, которые можно сделать для сердечно-сосудистой системы, потому что есть, в ТЭТ-хилинге есть очень классное упражнение, называется «Песня сердца», я в следующий раз про него немножко расскажу. И, возможно, в следующий раз мы ещё и медитацию сделаем, поэтому на следующий раз мы заложим, у меня там не так много осталось по болезням, заложим вот практику. Лен, а давай тогда вот по поводу, когда в следующий раз мы в конце поговорим, хорошо, потому что надо понимать, да, до Нового года, будем мы новую систему осваивать, или уже сердце, и закроем, уйдём на каникулы, и потом уже, вот, поговорим, короче. Хорошо. Дорогие друзья, да, дорогие друзья, спасибо, Лен, большое. Про сердечно-сосудистую систему вот этот вот слайд у вас всё время был, пока Лена разговаривала, рассказывала вам. Ну, для чего это? Вообще это для общего понимания, чтобы вы понимали, как всё сложно с одной стороны, а с другой стороны разумно, идеально устроено в нашем организме. И я сегодня дам несколько вам, немного информации, которую, возможно, вы даже будете слушать впервые. Ну, вот давайте сначала поговорим про то, что насколько вообще сердечно-сосудистые заболевания, лет 50 тому назад они стояли на первом месте. Вы знаете, они продолжают стоять по числу причин смерти на первом месте. Причём, ну вот, рост у них, вот если сравнивать 90-й год, вот посмотрите, вот просто посмотрите на этот слайд. Это 10 самых распространённых причин смерти. Это не страшилка, это статистика. Статистика, но для того, чтобы нам осознанно смотреть на те вещи, которые зависят от нас. Не всё от нас зависит, но очень многое зависит от нас. Ну, и вот сердечно-сосудистые всё-таки на первом. И выросли они до 53%. Рак на втором. Респиратурные заболевания, как ни странно, да. Заболевания пищеварительного тракта, наоборот, снизились. Дыхательных, нижних дыхательных путей тоже снизились. Ну, и так далее. Нам, конечно, нас интересуют вот буквально первые три строчки. Посмотрите, как всё изменилось за это время. И понятно, что есть внутренние факторы, есть внешние факторы. Внутренние – это, ну, на некоторые из них мы не можем повлиять. На некоторые можем. Ну, и внешние факторы, ну, это, как вам сказать, среда, в которой мы живём, например, да. Но мы можем просто переехать в другое место. Можем. Ну, смотрите, курение, нездоровое питание, низкая физическая активность, повышенный холестерин, опять же. От чего это зависит? Можем мы это изменить? Ну, отчасти можем, если, конечно, не доводить уже вот до таких наших состояний, когда очень трудно это менять. И то грамотный врач всегда начнёт с того… Ну, понятно, что если вы не по скорой помощи поступили, да, если вы просто пришли на приём, у вас есть какие-то недомогания, и грамотный врач всегда начнёт с того, чтобы мы начали менять свой образ жизни. Питание, активность, жидкости, которые мы пьём и так далее. Вот. Ну, и сердечно-сосудистые – это, как я уже сказала, основная причина смертности. И три группы факторов. Это биологические факторы. Одну минуточку. Галь, ну я вообще эфир веду. Галина у нас не в курсе, что мы ведём эфир, но мы продолжаем. Итак, три группы факторов. Биологические – это пожилой возраст, мужской пол. О, кстати, генетические факторы, способствующие возникновению и так далее. Не буду весь слайд пересказывать. Анатомические факторы, да. И поведенческие. Вот про поведенческие в основном мы сегодня и будем говорить. Это пищевые привычки, курение, двигательная активность, употребление алкоголя и так далее. И помните, в прошлый раз, если вы слушали, если не слушали, послушайте, я говорила о том, что вот сердечно-сосудистая система и сердечно-сосудистые проблемы – это понятно, что много всего намешано. Но в основном это текучесть крови и здоровые стенки, прочные здоровые стенки сосудов и их способность, природная способность сжиматься, разжиматься, сжиматься и разжиматься. То есть не под действием лекарств, которые, понятно, будут этот процесс регулировать, а именно сама природная наша, сам природный наш механизм. Так вот, самые распространенные симптомы слабых сосудов – это высокое артериальное давление, то есть сосуды слабые, все, давление повышается. Потемнение в глазах. Потемнение в глазах, ну вот особенно, когда вы быстро встаете, да, у вас может быть потемнение, там какие-то мушки полетели, головокружение. И, кстати, головокружение во время физической активности может сопровождаться и тошнотой, и слабостью, и скачками давления. Проблемы с сосудами можно заподозрить, то есть не нужно доводить себя до какого-то состояния, главное себя слушать при некоторых функциональных расстройствах нервной системы. Это рассеянность, забывчивость, низкая работоспособность, плохой сон, тремор рук и ног. То есть если вот это вот у себя начали наблюдать, ну, понятно, что это уже симптоматика, и здесь нужно и к врачу уже бежать, если такие симптомы. Ну и частый признак проблем с сосудами – это холодные стопы. Называется еще, да, иногда слышали, нарушение кровообращения стопы, ладони. Вот. Кстати, если есть проблемы с сосудами, то даже если вам тепло, если вокруг тепло, то руки и ноги могут быть холодными. Кстати, шум в ушах, если вы иногда вот чувствуете, слышите вот это неприятное явление, к нему люди привыкают, очень долго с ними живут, но это тоже свидетельствует о том, что вот сосуды слабые. И я предлагаю вам рассмотреть 8 простых способов укрепления сосудов, которые доступны каждому. Тоже не будем подробно останавливаться, потому что наверняка вы все это знаете. Ну, знать можно многое, а применять – это уже дело, как говорится, нашей дисциплины. Итак, первый способ укрепления сосудов – это регулярные физические нагрузки. Посильные нагрузки. То есть понятно, что если у нас не очень хорошее здоровье, или вот состояние здоровья, или сегодня что-то у нас болит, то нас никто не составляет там 10 тысяч шагов эти 10, несколько километров пробегать. И тем более в таком состоянии, когда вот, ну, уже есть симптоматика, вы знаете, абсолютно не нужно ходить на тренажеры, тягать железо и так далее. Второй способ – это отказ от простых углеводов. Про простые углеводы уже говорено-переговорено. Ну, это что такое? К ним относятся сахар, белый рис, картофель. Простые углеводы, они быстро поднимают сахар в крови, что разрушает стенки сосудов. Третий способ – это обогащение рациона продуктом и с витамином С. Витамин С для чего особенно полезен? Он необходим для созревания прочности коллагена, который образует каркас сосудов. Ну и кроме того, витамин С выводит холестерин из организма, снижает артериальное давление, укрепляет абонитет, замедляет процессы старения. Четвертый способ – это употребление продуктов с высоким содержанием кремния. У нас, кстати, такие продукты появились, но вот про них я сегодня не буду рассказывать. Но кремния недаром называют минерал жизни, минерал красоты. Он является основным элементом коллагена, от которого, кстати, зависит не только эластичность суставов и так далее, но и эластичность и гибкость сосудов. Пятый способ – это обильный питьевой режим. Вы знаете, вот говорят, я не хочу пить, не знаю, как себя приучить. Некоторые врачи, наоборот, говорят, ну не хочешь пить – не пей. Но когда у человека уже жажда, и он хочет пить, это знаете, о чем говорит? То есть себя вот до этого состояния, что вот я уже хочу пить, у меня во рту пересохло, доводить нельзя, потому что это уже какая-то там степень обезвоживания. А пить себя научить очень просто. Можно через наши травяные чаи приучить себя к питьевому режиму, потому что пить травяной чай, зеленый чай, он является жидкостью. То есть можно с них начинать. Вот, потом уже просто, не знаю, ставить на видное место бутылочку и заставлять себя буквально каждый час, там, несколько глоточков сначала вот так вот пить. Вот, дальше. Шестой способ – это полноценный сон. То есть про это тоже говорить не будем. Седьмой способ – контроль веса. Седьмой способ – укрепление кровеносных сосудов. Тоже это такая вещь, ну, на которую, вы знаете, вот, кстати, все вот эти способы, если взять, то это просто способы для того, чтобы жить здоровой, полноценной жизнью. Там и сосуды укрепляются, и много чего. Ну, и восьмой способ – это отказ от алкоголя и курения. Кстати, про алкоголь и курение я немножко тоже про факты с ним связаны, и немножко сегодня тоже расскажу. Вот как выглядит забитый сосуд, у которого стенки утолщены за счет отложения. Понятно, что в таком сосуде, если еще и кровь у нас густая, то начинаются очень сильные проблемы. И на что мы можем, друзья, повлиять в первую очередь? Ну, это вообще мы можем повлиять сто процентов на осознанность и осмотрительность, и избирательность нашего питания. Что любят сердце и сосуды? Они любят продукты богатые калием. Почему? Потому что калий выводит жидкость, снижает давление, нормализует пульс. Пульс магния. Магний расширяет сосуды, снимает спазмы, понижает давление. Любят продукты с клетчаткой и кальцием, потому что эти продукты снижают уровень холестерина. Также любят продукты с содержанием омега-3, омега-6, потому что именно эти ингредиенты укрепляют сердечную мышцу, стабилизируют давление. Также полезно включать в рацион витамины группы А, Е, Е и С. Вот, и именно вот про С я уже говорила, что помогает укреплять стенки сосудов, снять спазмы и снизить риск образования тромбов. И вот эти простые продукты, которые, ну, согласитесь, что можно их включать, ну, буквально каждый день в свой рацион. Это и овсянка, это и гранат, это и жирная рыба, и авокадо, яблоки, оливковое масло, помидоры. Простые продукты, согласитесь, они могут быть на нашем столе, на каждом нашем столе. Вот, и, конечно, наши продукты, потому что прежде всего наши продукты, помните, как они называются, да, биологически активные добавки к пище. То есть, смотрите, можно пить лекарством, безусловно, можно кушать БАДы. Это я к чему? Ну, что если мы все-таки не изменим в корне наше питание, то надеяться на лекарства и на БАДы, ну, это, я бы не стала так делать, потому что, ну, это достаточно дорогой путь. Некоторые вещи мы просто можем получать, ну, какие-то вещи важные из нашего питания. И вот в прошлый раз мы останавливались на некоторых наших продуктах. Кстати, чем хороши вот эти вот наши продукты для сердца и сосудов? Тем, что, допустим, тот же самый Пульсбокс, он хорошо работает в программах и для укрепления сосудов, и в программах снижения уровня холестерина, и в программах просто для здоровья сердца. То есть вот то же самое и вот этот наш напиток, который называется напиток «Чистое сердце с клубникой». Очень простой напиток, просто его разбавляешь водой и пьешь либо курсами, либо ежедневно просто по одному стаканчику вот этого напитка. Мне еще что нравится, что там 0 граммов сахара и 13 килокалорий всего. Да, кстати, есть прямо достоверные, достоверные сведения, что полтора-два месяца употребления этого напитка снижает уровень холестерина. А, вы знаете еще про холестерин? Недавно что мне сказал наш врач, это Татьяна Юрьевна Арифьева. Так вот, по последним исследованиям, оказывается, если вы не можете снизить уровень холестерина, обратите внимание, сколько белка в пищу вы употребляете. Оказывается, здесь тоже есть прямая взаимосвязь. Недостаток белка – повышенный уровень холестерина. Тоже обратите на это внимание. Ну и что это за напиток? Что он регулирует? Уровень холестерина, здоровое сердце, сосуды. И, кстати, он очень хорош будет для коррекции веса. Вы помните, что излишний вес он тоже влияет на все проблемы с сердцем. Очень замечательный состав. Никаких искусственных ароматизаторов, только измельченные ягоды клубники. Сахара там нет, там есть стереогликозиды и изомальта, олигосахарид. Ну, один раз в день будет достаточно, если мы пьем. И пищевые волокна. Чем еще хорош этот напиток? Что 3 грамма бета-глюканов овса в день гарантированно снижает уровень холестерина, улучшает, регулирует уровень глюкозы. Кстати, диабетиком очень хороший этот напиток. Улучшает работу пищеварительного тракта и насыщает организм медленными углеводами. Это как раз пищевые волокна, которые вызывают чувство сытости. Еще два продукта, я про них расскажу. Это новая наша серия, Эксперт Лайн. Это новая омега. Ее пока нет в продаже, но я тоже про нее хочу рассказать. Посмотрите на стоимость. И если омега-3 и природные антиоксиданты, это все-таки больше бьюти-формула, хотя там достаточно омега-3, ДГК и ЭПК. Ну, этот продукт, я думаю, тоже имеет место быть в нашем рационе. По крайней мере, я на него обязательно обращу внимание. Может быть, это будут две омеги. Одна вот бьюти-формула, другая экспертный подход к поддержке сердечно-сосудистой и костной системы. Ну, почему они немножко разные? Потому что там добавлены просто разные комплексы, кроме омега самой, да? То есть вот в омега-3 натуральные антиоксиданты, там как раз антиоксидантный липидный бьюти-комплекс добавлен, а подход, экспертный подход и поддержка сердечно-сосудистой и костной системы, там как раз добавлены витамин К2. Дальше там идет и менохинон, и много чего. Ждем эти продукты, прямо ждем. Ценник у них абсолютно такой адекватный. Ждем, в какие программы будем их внедрять. Вообще, сегодня я хотела подробнее рассказать про те продукты, которые у нас есть из серии Essential Party Excites. Это продукты с омегой. Ну, вот набор 4 Wellness. Вообще, это уникальный набор. В нем полный комплекс витаминов и минералов и еще хорошее содержание омега-3. Дальше, ликопинный омега-3. Ну, это как раз тот продукт, который прямо напрямую действует на снижение уровня холестерина. Сибирскелленный омега-3, северный омега. Моя любимая омега-3 ультра из фитнес-каталайзер и из экоформулы. Вот, мне экоформула чем нравится? Там 120 капсул. Ой, нет, прошу прощения. Там больше 200 капсул омега-3. Здесь не стало ее. Но, к сожалению, так как мы не сменили производителя, с омегой и омега-3 ультра и вот экоформула. Сейчас небольшие, пока у нас перебои в доставке, но ждем. К Новому году все это появится. И к Новому году еще появятся два новых продукта. И вот про алкоголь. Ну, существуют такие мифы. Помните, самый известный миф – это коньяк расширяет сосуды. Ну да, он расширяет... Ну, вы знаете, какая дозировка коньяка должна быть, чтобы... Причем, если у вас прямо здоровое сердце, здоровый мозг, коньяком можно согниться. А вы знаете дозировка, да, какая должна быть? 20-30 миллилитров. То есть это, ну, столовая ложка. Покажите мне того человека, который пьет у нас коньяк столовыми ложками. Обычно это вот 50 миллилитров коньяка или еще больше. Итак, как алкоголь влияет на организм? Ну, когда вы выпиваете спиртной напиток, то алкоголь с кровью расходится по всему организму. Спустя некоторое время оно попадает в печень, и там уже образуется альдегид, уксусной кислоты и этанола, ацетальдегид. Ну, и как раз благодаря этому веществу мы чувствуем опьянение. И в первые минуты, вот после приема алкоголя в организме поднимается тестостерон, человек чувствует прилив стил, но уже спустя где-то полчаса все начинает медленно, но верно, спадать. Алкоголь постоянно расширяет, сужает сосуды. Расширяет, сужает сосуды. А это, в свою очередь, сбивает ритм кровообращения. Помните, я говорила, что у нашего организма есть свой механизм, который помогает сосудам раскрыться, сузиться, раскрыться. Да, кстати, если постоянно принимать препараты для сердца, то вот этот природный механизм, он просто утрачивает свою способность. Все, сосуды потом становятся как бы стеклянными, они лопаются и уже сами не могут спокойно действовать, как природой задумано. Также еще есть такой миф, что алкоголь помогает в борьбе с холестериновыми бляшками. Ну, нет, это, кстати, это медицинские исследования, ничего он не помогает. Наоборот, люди, которые увлекаются распитием спиртных напитков, они как раз рискуют в большей степени получить эти самые бляшки. Но также нельзя забывать про тот факт, что продолжительность жизни у тех, кто пьет, вообще пьет, да, пьет много, но продолжительность жизни и качество жизни вообще несравнимо, да, с теми людьми, которые потребляют либо малыми дозировочками, либо изредка и так далее. Поэтому думайте. Вы знаете, я тоже люблю хорошее красное и белое вино. К крепким напиткам я абсолютно отношусь так, индиферентно. Но иногда можно вот, да, могу 20-30 миллилитров коньяка с лимончиком выпить. Вот, поэтому это ваш выбор. Думайте, что вам полезно. Это ведь точно зависит от нас. И про варикоз еще немножко расскажу, потому что это тоже связано с сосудами. Факторы риска, да, это, конечно, это наследственность, это длительное пребывание на ногах, но это, знаете, это профессиональная болезнь, допустим, парикмахеров, продавцов и так далее. Про курение, алкоголь – это фактор развития не только варикоза, это многих заболеваний, травмы нижних количеностей, беременность, сидячая работа, лишний вес, плоскоступие, оказывается, да, плоскоступие. И какие продукты для профилактики варикоза? Ну, посмотрите, в общем-то, те же самые продукты, да, которые полезны и для вот профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В общем-то, те же самые. И здесь я хочу рассказать про два продукта. Это венотоник с диасмином и полифенолами, пряная вишня из серии Essential Nutrimax. Nutrimax – это жидкий продукт, его тоже нужно разводить, делать напиток. Ну, знаете, вообще это лечебное средство. Употреблять его можно прямо месяц, два, три. И когда мы проводили исследования между нашими венотониками и аптечными, то и по стоимости, и по составу нашей венотоники, и по действию своему наши венотоники всегда были впереди. Поэтому, если врач вам назначает, смотрите состав. Да, мы с вами не нутрициологи, да, мы с вами не врачи, но у нас есть голова. Это наше, прежде всего, здоровье, и никто, кроме нас, за него не ответственный. Поэтому читаем, выбираем, сравниваем, задаем вопросы. Ну, кстати, диасмин, он улучшает и кровоток, и лимфодренаж, и предотвращает развитие застойных явлений. Поэтому очень полезное средство. И еще одно из моих любимых, которые я пью, но приблизительно раз в квартал. Это Lightstep Box. Сейчас в Омске, по крайней мере, его нет в продаже. Небольшие вот затруднения тоже. Но продукт замечательный, продукт очень эффективный. Поэтому тоже обратите на него внимание. Два в одном. Это растительный венотоник и ультраконцентрат омега-3 кислот. Именно вот этим своим составом продукт уникальный и очень хороший. Но он, кстати, снижает риски тромбообразования и нормализует уровень холестерина и так далее. Здесь 1 грамм омега-3 кислот. В каждом сете всего 30 сетов. 30 пакетиков САШЕ хватает на месяц. И 500 миллиграмм диасмина и рутина. Продукт, конечно, не дешевый. То есть вот около 2000 он стоит. Но, вы знаете, он действительно того стоит. И, кстати, если у вас клиенты идут по программе Клуб Постоянства, то вот этот продукт раз в 6 месяцев можно получить себе бесплатно. За 2000. Представляете? Вот. И посмотрите, какие активные компоненты. И омега-3, и декоза гексоеновая, и коза пантееновая, и витамин Е, и плаваноиды диасмин, и рутин. Вот. Но не все продукты, конечно, мы осветили. Я так думаю, в следующий раз я еще сделаю подборочку. Потому что здоровое сердце, здоровые сосуды – это активные программы с большим количеством результатов. Я думаю, что и даже у вас, вот все, кто слушает, тоже есть результаты по этим программам. Делитесь, приглашайте на наши эфиры еще людей. Будет в записи на Ютубе у Лены на канале и на канале у Галины. Ну, я желаю вам, пусть ваше сердце будет всегда здоровым, дорогие друзья. Лен, давай по времени тоже договоримся сразу. Да, мы можем провести тогда еще завершающий эфир про сердечно-сосудистую систему в следующую среду, 20 декабря. В следующую, да? Да, в следующую среду, также в 11 по Москве. Ну, все хорошо, тогда до следующей среды, 11 по Москве. Ждем вас. Смотрите эфир в записи. Хорошего вам настроения и крепкого здоровья. Благодарим всех. До связи. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok